Зараз у Гомельской области знаходится каля 1700 помнеков, связанных с Великой Айчинной войной. Большая из них — яша Советская Спадшина. Частей за все они будавались по типовых проектах. При этом часто выкрыстовывали недолговечные танные материалы. Там убрать бузнадворием и часом такие монументы худко проигрывают. Больш-меньш якостный ремонт одного помнека вылечается десятками миллионов до деноминацийных рублёв. Помножаем на колькость помнеков и вынеку отрымливаем десятки миллиардов. Для того же лик монументов с кожным годом повялишивается прикладно на 21-ок. Знаходятся новые ранее неуличные похования. Частей за все на вязковых мухилках. И яны так само по траву и срамонту. Ты мне меч для беларусов память про Великую Айчинную войну мая особливую каштуность, якую грошима вымирать с нельга. Сюня новотые помнеки, что знаходятся у отселенных тезусим маленьких на некольких домов в вязках, не покидаюсь без уваги. Мясовые улады и простые жихары для подрымания монументов у належным стане знаходят самые розные варианты. У агргородку Насовича, Добружского района, зараз свядется масштабная реконструкция помнека одной сельчанам, які загинули у годы Великой Айчинной войны. Гэта у своем роде уникальный монумент. У початку 60-х годов усе от проекта до усталевки мясовые жихары зарабили самостойно. И вот зараз помнек запотрабовал капитально гарамонту. Областной бюджет выделил на гэтые меты 30 млн. до динаминацийных рублёв. До того же знайшлась аппаратная организация, якая, уличываючи важные справы, повязала провести бесплатно работы ясше на 15 млн. До восени монумент протостанен у новым выглядя. Всего на территории шесть воинских захоронений и братских могил и два памятника. И животных стараемся, чтобы по памятнику делать более-менее такой ремонт серьезный. Вот этот монумент бойцам, які у 43-м вызволяли добрушить немецко-фашистских захопников, знаходиться на узкраине города. Сёле Тайон так само отрымал новый выгляд. Гроши были выделены в областью, а работы провели капитальные. Обновили одежду, так сказать, самого постамента. Сам памятник, значит, покрасили, погрунтовали, покрасили. Произвели благоустройство прилегающей территории к самому, получается, памятнику. Выровняли грунт, уложили, получается, на место надгробные плиты. У целом у Добрушкем районе зараз находится каля 60 помников, связанных с Вяли Кайчиной. На их ремонты и патрыманию на Режном стане сёле-то накеровали каля 150 до динаминационных миллионов. У Будокошалёвским помников 85. Гэта воинские похования, помники землякам, які пайшли на фронт, памятные мессы и курганы славы. У гэтым годзе провели некалькі вяликих ремонтов. Один самых зауважных у агрогородку «Октябр». Яшыня Дауна на гэтым мессы стояла скульптура солдата. Яна была усталявана, яшы у 50-е годы. За гэтый час и сама скульптура, и тумба под ёй покрыліся глыбокими расколянами, а косметичных ремонтах опала литеральна на год. Тому было принято рашыня, обзамене яе на авось гэтую стелу. Сама скульптура історико-культурных значынень немела куды важніе той, што пад ёй. Тут магіла 16 солдатаў, які загінули, змагаючыся за незалежність радімы. До памяті гэтых людзей мясовы улады аднесліся з максимальной повагай. Магіла у нас осталась на этом же самым місці. Мы не на миллиметр, как говорится, не изменили размеры нашого гражденя этого. Просто мы поменяли скульптуру. Все те имена, которые нужно было увековечить, мы их увековечили. В этом году мы добавили ещё 4 имени, которые нам дал наш районный военкомат. Всё літаў Будакашалёвскім районі новая облічча отрымала і вузь гэта одзіночная пахавання. А пошні прытулак ў 41-м ходзі тут знайшоў 24-гадовы лётчыкі ў Дакім Камароў. Мясовы жы хары доглядаюць магілу ўжо 75 гадоў. Это было первые дни вайны. И вот утром жыцели обнаружили здесь сбитого бойца, воина. Они захороніли его на этом месте. И потом уже із уста передавали, что это военный лётчик, Камароў. Таким образом сохранялась эта магіла до наших дней. Пасля вайны на гэтым мэсце усталявали тыповую тумбу с червонной зоркой. Сё лёта ёе замяніла гранітная стэла. У целым на трыторой Гомельской в області монументаў, які чакаюць вялікай рестаурацыйны работы, засталіся адзінкі. Раз ў год хацяб адзін помнік ў кожным районі рамантуець капітальна. І працэс гэты неаспынны. Шановання памяти прудкаў – важная частка культурной традицыі беларусов. Шановання памяти Ахвяр самой страшной вайны за ўсю гісторую чалавецтва гэты яшэй свящэны абавязак. Настася Кучынская, Сергей Лукашук, Валеры Гапанько. Тэлі радыў кампанія Гомель.